Или вы все еще сидите у купальни Вефезда? В этом мире есть много удивительных вещей, например, медицина. Медицина может делать чудеса, и я благодарю Бога за те чудеса, которые делают медики. Но иногда, и намного чаще, чем вы можете об этом подумать, есть проблемы, которые медицина решить не может. Безусловно, наука не дает нам решения таких проблем. Иногда люди обращаются со своими проблемами к психологам. Они могут обратиться к знахарям, которые только их ждут, чтобы использовать их болезни в своих интересах. Кто-то описанное практикующих знахарей следующим образом. Помните, они бизнесмены, и ваша болезнь — это их рынок. Бог спас нас от знахарей и от людей, которые превращают болезни других людей в выгодную сделку. Это вот ответ на вопрос, что такое вера. Отвернись от купальни Вефезда, которая не может решить вашу проблему, и обратись к Иисусу Христу. Только Он один может решить вашу проблему. Он дал нам жажду, чтобы мы могли обратиться к Нему. Поэтому откажись от купальни Вефезда и повернись к Иисусу. В этом году есть ответ на вопрос, что такое вера. Что же такое жизнь в этой замечательной истории? Одним словом, жизнь — это целостность. И Иисус часто использовал слово «целостность». Он не говорил, что мы должны пройти через жизнь с чем-то меньшим, что Бог приготовил для нас. Он не хотел, чтобы люди переживали только часть того, что Бог запланировал для них. Кто-то говорил, целостный человек — это слава Бога. Безусловно, Иисус мотивирован этой истиной. Когда Он употребил слово «целостный» или «здоровый», то Он говорил этому человеку, «Хочешь ли ты быть здоровым? Хочешь ли ты быть тем, кем ты можешь быть?» Целостность — это ответ на вопрос, что значит жизнь, который мы видим в 5 главе Евангелия от Иоанна. Кем мы видим Иисуса в этой прекрасной истории? Иисус — это человек, который не может пройти равнодушно. Он тот, кто не может просто пройти мимо человека, чьей жизни есть трагедия. Он не может не обращать внимания на того, кто потерял счастье в жизни, потому что в жизни есть зависимость пройти мимо больного и слабого человека. Иисус — это тот, кто желает исцелить людей. Он желает, чтобы люди были здоровы. Вот таким мы видим Иисуса в этой главе Евангелия от Иоанна. «Дорогой друг, не является ли это прекрасной картиной нашего Господа? Он не может пройти мимо чьей-то боли. Когда мы здоровы, когда у нас все относительно хорошо, эти слова не звучат как-то особенно. Но если мы в болезни, если мы в немощи, тогда все по-другому. Возможно, из-за болезни часть людей потеряет к нам интерес. Да и сами мы будем смотреть на себя по-другому. И вдруг есть кто-то, кому я не безразличен. И этот кто-то является Богом. Он не может пройти мимо моей боли. Он рядом и готов служить мне. Это и есть Евангелие. И вновь я тем, как сделать призыв, я хочу напомнить. У нас есть свобода выбора. И Бог уважает ее. Сам дал нам эту власть и не безугадил его. Мы вправе выбирать то, что мы захотим. И вот мой призыв. Есть Господь Иисус, всемогущий Бог, Который способен решать наши проблемы. Он может исцелить нас. Духовно, физически, эмоционально. И сделать все это из любви к нам. Даром. Но также есть купальня Вефезда. Возможно, это алкоголь, наркотики, какое-то увлечение. И мы, имея проблемы, становимся перед выбором. Что нам избрать? Христа или купальня? Дорогой друг, не ошибись со своим выбором. Будь мудрым. Просто помни, купальня – это все вероятность. А Христос – это живой Бог. Он любит тебя. Он готов служить тебя. Он зовет. Ребен. Уверуй. И живи. Вечно. Тебя зовет Любовь Господня. Пойди союз с греховным миром. Мой друг, не позже, чем сегодня, ты должен стать христианином. Это была программа «Вечная истина». Пишите нам. Рассказывайте, как Бог действует в вашей жизни. Мы молимся. До свидания. Рассказывайте, как Бог действует. Рассказывайте, как Бог действует. Рассказывайте, как Бог действует. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok